Всем добрый вечер. Мы читаем вместе книгу Рава Шерки «К душа в этого. Святость и природа». Большой раздел, в котором мы находимся, называется «Война мнений» Милхаммед Айдеот. И вот мы изучали о спорах, о том, что существуют принципиально неверные мнения о том, как с ними бороться. В прошлый раз мы читали о том, как пророк Ильяву устранял радикально носителей неверных мнений. Но в итоге, как оказалось, Всевышний предпочел другой путь. И теперь мы переходим к вопросу о том, как решать, что делать с неправильными мнениями. И я прочитаю следующий раздел. Мы его начали. Чтобы напомнить, я сначала его переведу. Да, мы тут читаем на иврите, переводим. В процессе можно обсуждать, если что-то непонятно спрашивать, добавлять, перебивать. То есть наша задача вместе в стиле хевруты – обсудить мысль Рава Шерки и усвоить ее. Итак, лихопес – это никуда, то вам. Найти хорошую точку или искать хорошую точку. Как можно противостоять ошибочным или неверным мнениям? Были периоды, в которые использовалась сила для того, чтобы отвергнуть вредные мнения. Но в наши дни обычно не отвергают вредные мнения силовыми методами. Каким образом? И каким образом в таком случае можно иметь дело, состязаться, противостоять? Да, дискутировать. Да, в общем, да. Ну, да. Есть разные пути. Первый путь в том, чтобы доказать тому, кто придерживается плохого мнения, что он не прав. Для этого нужно использовать все возможные аргументы для того, чтобы доказать ему его ошибку. Но есть трудность в этом пути. В том, что этот путь, он не достигает своей цели. То есть война с ошибочными мнениями, насколько бы она ни была изощренной, и просто не может ослабить силу этих мнений. Есть необъяснимая сила, которая тянет тех людей, которые придерживаются этих мнений, и тянет их к ним, к этим мнениям, как будто они в них находят какой-то островок безопасности. Плеяхес – это цепляться за них. А это такое выражение, я-то, честно говоря, не знаю, либо это из классической литературы, либо это библейская. Хоф-Мефтахам – это земля обитаванная. В данном случае это побережье обитаванное. Я не знаю, честно говоря, откуда это идет, либо из кого там выбросили на необитаемый остров. Кто был на необитаемом? Робинзона Круза? Да, да, да. Либо это типа Робинзона Круза, либо это что-то библейское. Хоф-Мефтахам – это как бы безопасное-безопасное побережье, дословно. Безопасный берег, да. Безопасный берег, да-да-да. Надо бы понять, откуда это выражение, но можно потом посмотреть. Это идиома. Итак, есть люди, которые придерживаются неверных, неправильных мнений. Есть какая-то сила, которая заставляет за них цепляться. То есть в них они находят какой-то вот этот самый берег безопасности. Ну, я думаю, и моноторисы, как бы участники могут тоже как-то выразить свое мнение. Мне кажется, мы все зачастую сталкиваемся с такой ситуацией, что когда кто-то спорит. Я сам с собой замечал, что, в общем, если ты с кем-то споришь, то ужасно трудно выйти из как бы рамок, в которых ты придерживаешься. Есть действительно какая-то сила, которая, я не знаю, насколько это вот этот безопасный побережье или там берег, за которым это. Либо это человек, как футбольный матч. Но люди действительно входят в некоторые клинчи. И очень трудно, то есть, грубо говоря, зачастую практически невозможно людям ничего доказать. Особенно в Израиле, где все время спорят по всем вопросам. Я, ну, не постепенно, но, можно сказать, постепенно пришел к выводу, что вот так вот напрямую вторичных выгод. Ну, Злата, объясни, людям практически невозможно ничего доказать. То есть, если человеку в лоб доказывание чего-то, это, грубо говоря, ты человеку, хочешь человеку поставить перед ситуацией, когда он дурак, а ты умный. Никакой нормальный человек с этим не согласится. Особенно, когда речь идет о каких-то теоретических вещах, которые практически не доказываются. Вот, например, пример. Да, кратенько скажу в двух словах. Очень интересно. Я прочитал какой-то последний опрос, 70% израильтян против установления израильского, ну, даже не суверенитета, а власти над Храмовой горой. Вообще, как бы, известно, да, Храмовая гора или акция, то, что в Иерусалиме. Вот, реально, сейчас она управляется, как бы, Израилем через ВАК, некоторые специальные органы, которые были созданы в основном и Ордании, и Авдал, и его отцом теперь через сына перешел. И там тоже и палестинцы как-то участвовали. В общем, короче говоря, 100% и нет. Ну, интересно, 70%, да. И, как бы, ну, в общем, это поразительно, потому что в разговорах между своими, да, зачастую, как бы, я тоже говорю, когда обсуждали Муше Даяну, что там смотрел в судебной войне на захватываемый или освобождаемый старый город, и он, как бы, в бинокль известная, да, такая года, он смотрит на Храмовую гору, старый город и говорит, кому нужен этот Ватикан. Ну, как бы, с одной стороны, это, конечно, был идиотизм, то есть полнейшая политическая близорукость, потому что он, как бы, не предвидел того огромного потенциала взрывоопасного, который есть в этом месте. Но, с другой стороны, следует, от точки зрения, как бы, человек, наших взглядов, он бунтует и говорит, ну, какой, как бы, великий полководец, да, ну, на уровне хотя бы израильского масштаба, на какой, как бы, идиот, с точки зрения идейный, как бы, сердце возвращающегося народа, да. Но, с другой стороны, показываешь, на самом деле, как бы, израильтяне за сколько там уже, 74 года, они, как бы, ну, меньше, Северная война, 67-й год, но все равно, это 33 плюс, там, 22, 50 с чем-то лет, да, вот, практически от этого не ушли. То есть, реальному человеку с улицы, с улицы, ему невозможно доказать, зачем нужна храмовая гора. Я уж не говорю, что Харидим вообще там тоже огромный процент, вовс-процессу, против того, что вообще-то нам восходили. Ну, реально, ничего не изменилось, поэтому говорить, что Малыша Даян был неправ. Неправильно, потому что он выражал точку зрения народа, она и сейчас, и, соответственно, нисколько не изменилась. Поэтому сейчас, например, если бы я говорил или говорю с какими-то израильтянами, которые придерживаются других взглядов, я буду пользоваться другой аргументацией, я не буду говорить, что они не правы. Я буду просто говорить, что реал-политика, она показывает, что это не работает. Если ты отдаешь, то ты оставляешь бомбу, на которой ты живешь. Так это было с Бушкатифом, с Газой, с которой ушли, так это было с Южным Ливаном, так это было с поселениями, и так это было и в Сирии. И точно так же и здесь. Вы его оставляете как бы арабам, они из-за этого не делают как бы место, вот и наше, и ваше. Ну, а, конечно, возьмем, вам это не надо, мы вас будем приглашать, вы будете почетны. Ничего подобного. Они это будут использовать только для того, чтобы дорываться. Ну, вот как бы такое самое. Поэтому вот это то, что, наверное, это то, что, среди прочего, имеет в виду Рафшир. Окей? Злата, вы хотите объяснить, что означает вторичное что-то? Что там было, что-то такое вторичное? Злата написала. Возможно, вопрос вторичных, у человека удобно так думать. Ну, может быть, да. Хотя, опять, мне кажется, мне кажется, Рафшир больше говорит про что-то такое внутренне подсознательное. Человек не может согласиться напрямую с выводами другой стороны. Есть что-то такое в человеческой психологии, которое не дают ему вне выгод, вне практики. По-моему, так. Окей? Нет, ну, в принципе, человеку всегда сложно согласиться с доводами с другой стороны. Есть много людей, которые реально могут услышать другую позицию, принять ее. Таким был, да, школа Гилеля, да, как мы учили. Да. Они прежде выслушали пределоположную позицию школы Шамая, да, изучали ее, а потом только свою. За это они удостоились, что Аллаха идет по ним, да. Но здесь мы учим о том, что есть уже объективно неверное мнение, да, и о том, что почему же люди их придерживаются, да, какая сила заставляет их цепляться за них, да. И тут Раф приводит пример коммунизма, да, что, например, коммунизм, он уже закончил свою историческую миссию. И на сегодняшний день можно различными путями доказать, что коммунизм Хаяму, Англия, Кишалон, Кварме, Реши, Дархо. Можно доказать различными путями, что коммунизм должен был, значит, прийти к своему провалу изначально. Он был изначально как бы направлен на провал. Сегодня мы это знаем. И если так, то почему же все-таки есть в мире коммунисты, упрямые коммунисты, которые не готовы оставить свои позиции. И причина этому в том, что внутри коммунизма Шабеклало Никшаль, который в целом потерпел поражение и исчез из мира. И внутри этой идеи есть живое зерно истины. И это зерно истины – это дришат, отследок охивратия. Это требование социальной справедливости. Исходя из вот этой силы, этого зерна социальной справедливости, шаха вуй башита, которая скрыта в этом учении, исходя из этого, коммунисты готовы удерживать вот эту позицию, при том, что она неправильная. И кроме этого, они продолжают прилепляться к этой точке истины. То есть Раф хочет сказать, что в любой идеологии, если она какая-то массовая, если масса людей до сих пор ее придерживаются, значит, в ней есть какое-то зерно истины. И они именно цепляются вот к этому зерну. Но они как бы неверно, скажем так, находят, где вот это можно применить. То есть им нужна социальная справедливость. И эта идея, она, по сути, из Танаха, что в конце концов будет царство справедливости, царство Машеха, не будет войн, перекуют мечи на оралах. И все это как бы сознательно ощущают, что так должно быть. В конечном итоге так будет. Но поскольку у людей нет учения Тора, то они думают, что коммунизм им принесет, приведет мир вот к этому царству, которое описано в Торе, и которого все нормальные люди ожидают. И как им доказать вопрос теперь, что коммунизм к этому не приведет? Ну, я думаю, что то, что Злата написал, это не то, что более, но это отвечает на самом деле. На самом деле. Человеку удобно так думать. Человеку удобно так думать. Почему? Потому что, как бы, когда уже реально видно, что, скажем, то, чего он придерживался, это некоторое полное противоречие и кровавое месило, то он все равно будет придерживаться. Почему? Потому что ему будут так думать и выставлять некоторые, как бы, аргументы после чего? Для того, чтобы не пришлось пересматривать весь свой жизненный путь. Как бы все с этим тоже сталкивались. Я тоже сталкивался с такими людьми, правильно? Окей, ну хорошо, послушаем, что Рав говорит. Хотя я думаю, что он несколько идеализирует ситуацию. Не Ленин, не Троцкий, как мне представляется, тот же самый Шимон Перес, да, они совершенно не были идеалистами. Они были, опять, насколько я могу судить, они были холодными политиканами, они были карьеристами, они были кровожадными людьми и делали все ради, в общем, какого-то собственного эгоизма и все прочее. И не той крупицы правды, истины, не для этого. Это все было за паху. А ну дело там, ради чего они делали, да, на каком-то внешнем уровне. Рав хочет сказать, что есть некая глубина такая. Собственно, вот эта тема коммунизма, это же, по сути, корень Йосефа, да, который там думал о том, что давайте наобьем здесь на роботу. И потом он стал перестраивать вот это египетское общество. То есть вот это сама... Может быть, может быть, может быть. Как Карл Маркс. Смотри, Карл Маркс реально никого не убивал. И в связи с того, что я знаю как бы из истории, правильно? Очень может быть, что вот на его уровне это был как бы идеалист. Но те, кто как бы воплощали, сто процентов в моих глазах никакими идеалистами не были. Я помню, когда-то читал, ну, в юности более-менее, кто-то из западных как бы левых, типа Кюри, по-моему, которая открыла радиоактивность и все такое. Вот, и она выступала в качестве как бы опровержения или что-то такое. Был какой-то суд или что-то, в общем, основное дело насчет первых известий о ГУЛАГе во французском суде. Вот, я помню, она тогда говорила, как можно себе представить, смотрите, что он говорит, что вообще какие-то сотни лагерей, тысячи километров. И там, вообще, это же бред просто, кто может в это поверить. Но это на уровне идеалистов, правильно? Они могли себе представить, что такое существует. Правильно? Окей. Пойдем дальше. Поэтому необходимо подсветить тем придерживающимся этих ошибочных мнений вот эту точку истины, которая находится в их словах. И таким образом они смогут усомниться в своем мировоззрении на мгновение и заново проверить свои позиции. То есть, получается, когда мы спорим с человеком, который выражает какую-то позицию неверную, с которой мы не согласны, мы должны найти вот это зерно истины в его позиции и подсветить ее, то есть человеку сказать, на самом деле ты добиваешься социальной справедливости. Это очень хорошая идея. То есть, как-то перевести, получается, на само вот это зерно истины разговор. Так, идем дальше. И этот способ состязания с неверными мнениями называется «поднятие мнений». То есть, поднять, чтобы эти мнения. Возьмем, к примеру, человека, который провозглашает, что то, что для него важно в жизни, это собственное благо, эгоист. Вместо того, чтобы показывать ему, насколько его позиция ошибочна, можно и нужно ее поднять, возвысить. Можно прояснить, вместе с ним является его любовь к себе, включает ли она также любовь к его жене и к его детям. И ответ, по всей вероятности, будет положительным. Потому что, если его жене и его детям будет плохо, тогда ему тоже будет плохо. И получается, что он должен заботиться не только о собственном благе, но и о благе своей жены и своих детей. Вот мы немного продвинулись. И таким же способом мы можем показать этому эгоисту, что мы не об этом эгоисте. И таким образом мы продвинулись. И таким путем мы можем показать эгоисту, что из его посылов эгоистических, может быть так же, что он будет заботиться о более расширенном понимании. О более широких кругах. Точно так же, как есть «Жена, дети» мы начали. «Ашхуна», «Багухай», то есть район, в котором он живет. «Город», «Город», «Медина», «Страна», «Балехаим», «Животные», «Смахим», «Растения». «Шекеват», «Ха», «Изун», «Озоновый слой» и так далее. «Шекеры им лесу вивим от то и вье ра». Что ведь, получается, что если у окружающих, окружающим его будет плохо, то есть если окружающим его вот этим кругам будет плохо, тогда вот это плохое, вот это зло, оно может как бы распространиться. Докатиться и до него тоже. Да, докатиться различными путями и до порога вот этого эгоиста. Он поймет, что нет для него большего блага, чем блага его ближнего. Ну вот это вот хорошо. Мне кажется, это близко к тому, что я говорил про... Ну вот мой подход, как бы, объяснение, почему надо делать так, а не делать это. Почему? Потому что тебе самому от этого будет плохо. И может быть тоже это как бы хороший путь объяснения. Такое, что, например... Ну опять, мы не проводим как бы этих... Как они называются? Теологических диспутов, да? Но как бы ультинативно требовать от людей подставлять, так сказать, другую щеку. Либо, например, там любить ближнего как самого себя достаточно тяжело. Как можно любить другого как самого себя, правильно? Это практически невозможно. Вот. Но если при этом объяснять, как Рафчерки объясняет, что если ты будешь не любить, но во всяком случае не желать ему, не заботиться о том, чтобы ему было хорошо, в конце концов, нежелание добра другому, что равняется причинению ему того или иного вреда, докатится и до тебя, и тебе станет от этого тоже плохо. Ну вот такое объяснение, по-моему, разумно, оно может как бы дойти до любого человека, правильно? Ну да, как говорил герой одного фильма, если тебе будет приятно, то и мне будет приятно. То и мне будет приятно. Вот, совершенно замечательно. И, наверное, тоже, кстати, я сейчас подумал, это может быть основа практическая вот социальное безопасность. Соответственно, может выглядеть, что это просто какая-то некоторая благотворительность, правильно? Что, во всяком случае, в западном обществе и на безработице, и то, не знаю, к этим в России, особенно сейчас, но в Израиле, естественно, это существует. Вот. Вот, наоборот, жалко, что как бы многие люди этим пользуются и, в общем, используют возможность для того, чтобы проработать там меньше года и как бы опять получать полгода безработицы. А в скандинавских странах и все вот эти шведы рассказывают, у них это вообще просто как бы бич, грубо говоря. Но, с другой стороны, может быть, это тоже с практической точки зрения. Общество себя пытается обезопасить от того, чтобы те, которые находятся на низкой ступени социальной, чтобы они не причиняли или причиняли меньше вреда тем, кто находится выше, тем, что как бы подкармливают их, грубо говоря. В этом тоже, наверное, практическая сторона. Окей? Господа и дамы, кто-то хочет что-то добавить, сказать? Ну, хорошо, если народ пока что как бы обдумает, давайте продолжим дальше. Если хочешь, я могу чуток почитать. Да? Ну, давай, да, если ты готов. Нет проблем, нет проблем. «Ки годы ля киркуль кенны годы ля кикун». Ну, это тоже некоторое крылатое выражение, но дословный перевод такой. В соответствии с киркульным… Размером ущерба. Да, ну, тут даже не ущерба, а в соответствии каково… Какова порча, такова порча, таковое исправление. Вот это вот близко. Потому что киркуль – это исправление, да? Клала от этого, например, проклятия. Другой стороны, на бытовом уровне испорченные продукты – это мазон и кулькаль, например. То есть понятно, что в которых прошел срок годности, тоже называется не кулкаль. Либо ишми кулкаль – человек испорченный. Драхим и кулкалот – испорченные дороги, да? Окей. Подобие размера, да? Чем больше… Да, как, 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 как. Это вот русское «как-как», или как по-английски «эзэс», да? Ну вот в такой, как Раф пишет, в «Войне мнений» следует придерживаться, можно сказать, принципа, или стоять, скажем, вот на том же уровне, на уровне мнения, с которым ты споришь. То есть правильно себя спускать до этого мнения. Это вот сейчас мы посмотрим. Это, мне кажется, правильный тактический ход. Не показывать превосходство, а как бы войти в шкуру человек. Мне так кажется. Давайте посмотрим. «Леварер ими раа», «раамы, отос, там, да», «жгуя» было музыка. И таким образом, как бы, выяснить вот это вот мнение, против которого, как бы, мы затрачиваем усилие, чтобы с ним сражаться. Она действительно вредная, злая, как бы просто вредная, очень вредная или вредоносная. Или она просто ошибочное мнение и не приносит ущерб. То есть «раа» – это которое приносит ущерб. А «жгуя» ошибочно – это та, которая «ло-мазикат». «Мазиким» – тоже очень интересное слово, вы знаете, да? «Незик» – это ущерб. Есть трактат в Талмуде, называется «Незаким», который разбирает весь свод разборок по поводу ущерб, который один наносит другому. Правильно? А кроме того, вот Мерлиенов, который у нас ведет уроки по Йомфу Мишу, у него целая книжка про «мазиким». «Мазиким» – это, я не знаю, как по-русски перевести точно, типа «сатанинские силы» в Талмуде. Всякие черти такие, вот такие тоже присутствуют товарищи, как Арафьёна говорит, товарищи. Вот такие товарищи тоже есть. Они называются «мазиким». Да? Окей. Итак, дальше. Рабин Ахмебреслов. Он разделяет между двумя видами «апикорсус». «апикорсус» – стандартный перевод атеизма. Ну, это, наверное, не 100% соответствует тому, что мы понимаем слове атеизма, но, во всяком случае, человек, который в какой-то очень сильной мере отвергает вообще понятие божественного, божественного присутствия, божественного управления мира, вот он называется «апикорсус». «Ешь апикорсу ткала». Есть вот такой, скажем, будем переводить слово «мадеизм». Есть атеизм у лёгких. Про которую сказано «знай, что отвечать апикорсу». Это в трактате «Поучение отцов». «Знай, что отвечать» вот такому. Наверное, когда это в трактате «Поучение отцов». Наверное, там имелось в виду все-таки перевод ближе неверующему, сказанному, или даже отступнику. Вот отступнику, наверное, это ближе, чем мы сегодня говорим про атеизм. Отступнику, наверное, да. «Знаешь, что ему ответить». Это вот про такого лёгко сказано. «У лэмато ешь на апикорсу шалэн и марк коль баэ ло и шувун». А есть такой вид апикорса, имеется в виду, наверное, вид отступничества, ну, как бы тяжёлый, там, злостный, на который сказано «коль баэ ло и шувун». Я думаю, что смысл такой – все, кто дошли до этого, обратно не возвращаются. То есть с ним бессмысленно спорят. То есть ты видишь, что человек уже, так сказать, упёртый и всё прочее, то лучше как бы оставить его, нет сил вернуть его обратно. Правильно? Настолько он… Нет, тут вопрос не в том, насколько человек упёртый, а просто принципиально разные виды неверных мнений. То есть есть такие неверные, которых есть, какую-то связь, да, с иудаинами, скажем так. Их можно найти вот это самое зерно и так далее, и как бы вернуть их, да, подсветить ему вот эту истину. А есть такие, которые вот просто они, если у них такие мнения, они не возвращаются, да. Это принципиально разные мнения, ну, по Раби Нахману. Окей. Раби Нахман, он открывает, что у каждого из них есть свой собственный, как бы, корень первоисточника. Шоро Шапикорсуса Ришона, может чуть-чуть поднять, корень первого вида отступничества, он заключается в некоторой путанице в иерархии ценностей. Ценности более-менее важные, они располагаются первыми, но имеется в виду вот эта вот шкала, да. А ценности, которые более важные, они располагаются ниже них. Таким образом, что показывают ему правильную иерархию ценностей. Но есть, как уже, как было сказано, отступничество более тяжелое. Вот это вот что-то типа атеизма, я думаю. Ее корень, он зиждится, так нам по-русски. На иерархию ценностей, это воткнут, ну, наверное, типа зиждится или основывается на мировоззрении, которое утверждает, что вообще нет никаких ценностей. И в неверии такого типа только очень, как бы, большие праведники, они способны с таким, с этим сражаться. Только у них есть возможность поднять оттуда, ну, забредшие души или упавшие души. Закла, и из этого выходят некоторые правила. Кеколь ше аймунаны кукэлит йотэ, настолько, насколько вера более испочна, как а то в шасу лиц мох ми текуна гаду альютэ, так и добро, которое может произойти и посредством ее изменения и исправления, он будет, соответственно, больше, пропорционально пропорционален изначально величине изначально испорченности. Не шумше шурша, альюн йотэ. Почему? Потому что ее корень, он более высок. Ну, я бы сказал, более глубок корень не может быть, как бы, сверху предполагают, что корень внизу находится. Ну, наверное, как бы, симметрично. Нет, ну, тут имеется в виду дерево, вот это самое, корни, которые на небе, а ветви на земле. Да, то есть корень происхождения вот в иерархии миров. Да, ну, это как бы идея такой симметричности, правильно? Чем такого рессора, или как это называется, бумеранга, чем ниже опустился, тем выше может подняться. Да, то есть те вещи, которые ниже опустились, они упали с более высокого места. Соответственно, там и корень, и туда они могут подняться, но только высоко. Ну да, то есть если он при падении сильно стукнулся, то по третьему правилу термодинамики, или что-то типа этого, если я не ошибаюсь, он, соответственно, летит обратно на ту же высоту. Да, да, да. Ну, вот замечательно. Дальше вот начинается очень интересно такое метражистское подтверждение, совершенно как бы неоднозначное, нестандартное подтверждение этой мысли. Примером тому является идея о том, что некоторое ядро мессинианства и освобождения мира находится именно в сообществе, которое представляется наиболее испорченным в человечестве, а именно классическое сдом в Амор, да, сдом и гамора, то, что по-русски называется. Аль-Пасук по поводу стиха или псалма. Посмотрите, Таилим 89, 89 глава, 21 стих. Мацати Давид Абди, Бешемин Кадши, Мешахтам. Анют, если ты идешь на кухню, пожалуйста, налив мне часок воды. Надо писать точный перевод, но, в общем, дословно, что-то типа того, что нашел Давид, раб мой. Нет, я нашел Давида, раба своего. Да, правильно. Да, в святом масле. Вот это, я не знаю, Мешахтав, которым он был помазан. Помазал его и маслом святым своим помазал его. Да, спасибо. То есть и вышний нашел своего помазанника и помазал его. Да, но как это с Содомом и Амонусом, я не очень понимаю. Там дальше будет объясняться. Ну да. Амру Хазаль, Шимаца, Акадж Воролей Давид, Давка бездом в Амон. По поводу этого сказали или объяснили Хазаль мудрецы, что святой благословен он нашел Давида именно вздом и Амон. Это в сборнике миндрашей. Бэйдрэш, ты что вы здесь видите, это Брешитраба. 85-е, что ли, глава, что-то типа этого. Ну хорошо, Лэншэ из дома и у Штэйха Таим и Кореи. У людей из дома у них было два основных греха. Имманут идеологик миматан с дака. Некоторое идеологически обоснованное имманут. Противостояние. Устраненность, что-то устраненность от давания милостыни. Опять по-русски милостыни очень нехорошо звучит. В соответствии с ивритским словом «здака». «Здака» на иврите от слова «справедливость». То есть, грубо говоря, наш мир несправедлив. С точки зрения социальной справедливости. Есть богатый и бедный, так он устроен. Таково его божественное происхождение. С этим ничего сделать невозможно. В каком-то смысле восстановление справедливости происходит тогда, когда богатый использует часть своего богатства для того, чтобы помочь бедным. И он восстанавливает некоторую социальную справедливость. Правильно? Поэтому это «здака». И это совершенно не милостыни, типа «рахамин». «Ларахэм» – это совсем другое. А по-русски переводится как «милостыни». Это все на другой смысл. В данном случае все на другой смысл. А вот эти анши из дома, люди из дома, жители из дома, они принципиально устранялись поддавание «здаки». Давайте все-таки говорить слово «здака», потому что «милостыни» – это неправильно. «Дздаки». И, кроме того, второй грех у них был – мешкав Захара. Мешкав Захара дословно – это лежание с мужчиной, а именно… «Мужеложество». Да-да-да. Вот я как раз это самое прокручиваю. «Мужеложество». Вот это только по-русски что-то называется «ловство». От слова «ложа». А, да. «Мешкав Захара». Я считал, что это «ловство» в смысле «ловить хватать». «Мужеложество». Ну, может быть, да. Честно говоря, «ловство» все-таки «хватать». Нет, там же буква «ж». «Мужеложник», «мужеложество». Да. Да, ну, правильно. Окей. Это в трактате самое время написано. Теперь дальше. «Агурэм шьяхой лавихевра шлема лахто бышны хатаим элу у аргаша шель мушлемут». И главная причина, которая может привести все сообщество или обвинение людей для того, чтобы грешить вот этими двумя грехами, по-видимому, заключается в некотором чувстве собственной самодостаточности. Я немножко расширил дословное понимание, но мне кажется, оно правильно. «Анши с дом». «Люди с дома». «Нехаматы ошрама муфлаг» «Из-за своего необычного богатства». «Аюбыт хушат мегид шель хевра мушлемет шейна спука лэтикун». Они были в постоянном эйфории. «Эйфории я добавил». Ощущение, что их сообщество находится, оно совершенное и не нуждается ни в каком тикуне, ни в каком исправлении. «Лахэн эмасу латэт здака бэ ирам». И поэтому они запретили давать здаку в своем городе. «Натинать здака нитписа бэйнеэм, кэ авлатат отздадима халашин шебэхэвра». И давание здаки рассматривалось, представлялось в глазах, или воспринималось ими как подчеркивание слабых сторон, если слабых социальных слоев, так бы ценно сказали, в их обществе. «Здака бэйруша хасифа ауда шейхэвра адайну мушлемет». «Здака пожертвования». А, вот «здака пожертвования». Хотя тоже это неправильно, но это ближе. «Здака пожертвования» или «восстановление справедливости». Ее объяснение это вскрытие того факта, что сообщество, оно пока еще не совершено. «Шьешкаэл шаданску кин лахирим». «Альмнат литкаем». Существуют еще те, которые нуждаются в других для того, чтобы существовать. «Ках гам бэнургэлэ мишкак захар». И подобно этому в отношении мужеловства. «Киван шаншэ здом хашу адсма мушлемет». Сколько люди здома, они чувствовали себя совершенными. «Эм ло ирдишу цорах ле фрот в ле рот». Они чувствовали необходимости в размножении. В скобках не могу не заметить, для тех, кто не знает, поразительное сходство иврита и русского. Вот здесь написано «ли фрот у ле рбот». Это из одной из первых заповедей, которая была дана человеку, тогда еще Адам и Хаве, а именно «пру рву». «Пру рву» – плодительность и размножательность. «Пру» – это простое размножение. «Пру» – это простое размножение. То есть, например, у пары рождается один ребенок, либо там два, например. То есть у них двоих двое, либо у них двоих один. А «пру рву» – это как бы экспоненциальное. То есть у двоих рождается три-четыре и так дальше. И вот это, по-моему, ложится очень здорово на русское слово «прорва». Вот «прорва» – как раз «прорву». В данном случае просто великолепно ложится. Окей? Так вот, они как раз не чувствовали необходимости в «прорве». Окей, «ми шумках». Ну, хорошо. И из-за этого они как бы отвернулись. Они повернулись, направили свое сексуальное влечение в такие области, в которых не существует признания другого, имеется в виду, противоположного укола. А именно признание похожего тебе. Ну, и как бы в основе этого идея не признания необходимости разложить. Окей? Ну, и то, что человеку, как бы, грубо говоря, я не знаю, насколько, то есть, хорошо, я не знаю, насколько, с точки зрения, как бы сексуальным, но, в принципе, человеку проще общаться с похожим на тебя, да, а не с противоположным тебе. Хотя, по идее, есть как бы китайский янь, вот именно эти противоположности, они как бы совпадают и на уровне физическом, геометрическом, да, и на уровне ментальном, но, тем не менее, зачастую, как бы, по-видимому, есть группы людей, которым приятно общаться с похожими, проще общаться с похожими с ее по ментальности, то есть, например, такого-такого же пола, а не с чем-то, что изначально, как бы, не похоже на этот окрин, некоторый эгоизм. И в корне греховности людей из дома, было заложено, или было спрятано, таилось мировоззрение положительное, ши и фа лицор хевраму шлемет, а именно создать совершенное общество. Ах, ки ван ше хасрала эн тара, но, поскольку у них отсутствовала тара, чистота, то люди с дома, они опустились до большой-большой испорченности, скажем так. Несмотря на то, что сдом был развращенным обществом, тем не менее, она удостоилась стать краеугольным каменем для идеи мессиньянства. И это является примером того принципа, о котором мы говорили. что настолько, насколько испорченность проистекает из испорченности, из-за сильной испорченности корень, находящийся в ней, он величие этого корня, или его потенциал, он соответствует потенциалу испорта. Но опять, вот некоторая симметрия, про которую как бы Раф говорил. Ну вот, не знаю, по-моему, это не всегда работает на уровне из дома, но как бы интересно. Мне как бы приходит в голову сразу же, если так можно сказать, супер-испорченность или супер-злодейство, например, нацизм. невозможно себе представить, чтобы привести что-то, чтобы показывать, что люди, которые падают, могут как бы подниматься. Можно на каком-то уровне говорить о, не знаю, каких-то отдельных людях. Я читал рассказы про внуков уже, по-видимому, нацистов, которые реально были преступниками. Некоторые из них просто Дьюр сделали. не знаю, но в принципе, не знаю, на уровне теоретическом про как бы с Дома Амору, может быть, но так, не знаю, трудно себе представить. Я не знаю, может, вы можете привести пример у людей, которые, людей, сообщества, которые так дико упали, а потом как бы дико поднялись. Нет, тут же говорится просто про сами идеи. То есть, сама идея, она вот имеет корень, идея мессианства, то есть, вот этого совершенного общества, в котором полное благоденствие, не нужно никому давать сдаку, она родилась вот с Доми, с Садом и Амори. Это было наиболее испорченное общество, что там как бы она родилась. Оттуда она произросла, оттуда вышел Давид и так далее. То есть, как бы, чтобы какое-то общество или люди какие-то упали, поднялись, тут слишком малый разбег, что тут как бы вот эта идея, которая зародилась еще в Садоме и потом только Давид пришел и потом и так далее. Тут очень большой нужен путь. То есть, общество там, например, какого-то людей или народа, она просто не успевает его пройти. только если это еврейский народ. Да, с этим я согласен. Я с своей стороны могу сказать, что вот я знаю, всегда очень тяжело, о чем-то до последнего времени было очень тяжело обсуждать проблему гомосексуализма в русскоязычной среде. То есть, традиционно, русскоязычные, они очень-очень-очень против гомосексуализма и всегда как бы в кавычках уедает Израиль по поводу этих самых гомосексуальных парадов и надо всегда как бы пытаться как бы отстоять честь своего государства. Я в кавычках говорю, да, и начинать как бы задними путями доказывать, что, например, заповедь там соблюдать субботу, она гораздо более строгая, чем заповедь гомосексуализма. Тем не менее, никому не приходит в голову в сегодняшнем современном Израиле кидать камни, там, не дай бог, убивать людей, которые в машинах ездят по субботам, да, вот, но и пытаются все время как бы понять тоже, что может быть в этих парадах гомосексуализма, несмотря на то, что они являются как бы открытым выражением нарушения, прямо написано заповеди, запрещение как бы мужелобства, тем не менее, в них какой-то есть очень большой позитивный заряд. К чему? Окей, это можно как-то параллельно это обсудить, но в данном случае может быть это как раз как бы это ложится в то, что объясняет так Боровин, тем более же это связано с Содомом и Абудовичем. В моих глазах это да, это какое-то наивное, я бы сказал, наивное стремление показать, что можно своими человеческими руками изменить какие-то основы, в данном случае может быть даже физиологически, психологически существование человека. При всей нашей как бы ай-тековской и изощренности технологически, не менее, как бы основные, на мой взгляд, основные параметры нашего существования через которые они остаются как они были. Человек зарождается в ситуации, которая далека от какого-то действия интеллектуального, красивого, классически обставленного. Это тот же самый физиологический акт, который более-менее всем известен. Правильно? Болезнь человека уходит из этого мира зачастую, в большинстве случаев достаточно тяжело. И тут как бы ничего не меняется. И в наших силах это изменить и, по-видимому, так это и не изменится. И точно так же мужчина и женщина с этим ничего сделать невозможно. Так создан этот мир. Точно так же, как в отношениях к зодоке. А в моих глазах вот эти гей-парады в каком-то смысле мне кажется, что это действительно попытка как бы примирить и показать, что да, наш мир совершенен и совершенно не надо такого жесткого подразделения, что должно быть обязательно противоположность полов и все прочее. Должно быть полная универсальность, полное совершенство. Каждый может с кем он хочет, должна быть полная свобода. Какая-то наивность. В моих глазах какая-то наивность. И, наверное, это то, что говорит Раф. Наверное, в каком-то смысле это в этом что-то есть. Хотя, опять же, я подчеркиваю, как бы с точки зрения религиозного никакого оправдания этого нет. Поэтому, когда спрашивают религиозного человека, он, естественно, обязан говорить. Он говорит, что это противоречит Торе. Ничего другого сказать не могу. Окей. То есть, как и нарушение субботы, между прочим. Ну, хорошо, будем читать дальше. При этом Раф говорит, что в гомосексуализме есть те совершенства. То, что я описал, то, что человеку приходится умирать, продолжать себя в потомстве. Вот это все есть несовершенство. изначально разделен на мужчину и женщину. Получается, корень гомосексуализма, скажем так, корень единства, что когда тебе не нужен другой, когда тебе не нужно продолжаться, потому что тебе не нужно другого, он находится настолько высоко, что там, где просто нет разделения на две половины. И поэтому вот эта сама идея, она проявляется вот в таком извращенном виде в Содоме и проявляется вот в наши времена вот в этих самых парадах. Да, сто процентов. Я тоже согласен. Хотя с другой стороны, с другой стороны, мне кажется, что вот в этих гей-парадах это проявление некоторого современного атеизма, когда современный человек, который как бы чувствует, что во многих параметрах жизни он просто сто процентов владеет всем, и он дошел до некоторого совершенства над болезнями, над этими, над этими, над управлением температурой, все, что он хочет. То есть он настолько комфортно как бы обставил свою жизнь, в заключении каких-то из ряда вон выходящих случаев, правильно? Вот. И в каком-то смысле мне кажется, что это попытка отрицания вообще божественного управления миром. То есть вот если вы говорите, что мир создан вот так, так и так, а мы говорим нет. Ну, я как бы всегда это, на это всегда говорю, что как бы осталась только еще одна вещь, а именно сделать то, что еще пока что, несмотря на все совершенство как бы современного мира, не произошло, да, а именно упредить смерть. Вот человек как бы ушел из этого мира, и вдруг он появляется среди нас, а, Вась, привет, мы вроде-то тут умерли пару лет назад. да нет, все, мне тут таблетку дали, вот я снова здесь хожу. Вот когда это придумают, тогда, по-видимому, это будет какой-то сильный аргумент. Пока этого не происходит, ну, значит, своими силами делаем. Вы говорите, что надо размножаться, не надо, зачем? Вот есть искусственное оплодотворение. В Израиле сейчас огромная борьба все время идет, я не совсем в детали, но известно, да, вот эти гомосексуалисты, которые, естественно, естественным способом не могут иметь детей, все равно, как бы, это похоже, что повторяет сам та же самая схема, только с юмором. Все равно должна быть что-то типа женщины, что-то типа мужчины. То есть, это не совсем разделение полов, а как бы игра в такую, что мы как бы одинаковые. Ну, вот им там борьба за то, чтобы на государственном уровне им помогали как бы заниматься тем самым брать детей как опеку усыновлять или вот что-то типа этого. Ну, окей, то, хорошо, идея понятна. Тоф, ну, значит, есть время. Дальше. Какие-то вопросы, мнения? Да. Злата, Максим, Лена. Ну, хорошо. Народ типа слушает. Тогда мы перейдем к следующему большому разделу. А, да, мы там кончили все? Да. А, прямо до конца? Окей. А, и он называется Тора Израиля. Да. Тора Израиля. Хотя, ну, то есть, не хотя, а просто в современном виде, вы знаете, да, что слово Тора, это и учение тоже. То есть, например, теория относительности называется Тора от Ехасу. Или Тора от Айнштейна. То есть, Тора это и учение. Или там Тора от микробиологии. Тора от микробиологии это учение о микробиологии, например. Да, от слова Леород. Леород это учить, в данном случае по-русски и слово учение или теория. Ну, учение даже, оно очень хорошо подходит. Окей. Итак, в этом большом разделе Тора Израиля есть раздел поменьше, который называется Тора и наука. Ага. И часть, которую мы прочитаем, называется Стирот бейн га Турау бейн га Мадам. Противоречие между Торой и наукой. В процессе смены поколений снова и снова поднимается вопрос соответствия между Торой и наукой. О ли етергиюк бейн уфдот муфиот бетурау бейн так ли йот шель мадаеатева или, если точнее, между фактами, которые появляются в Торе и между открытиями естествознания, открытиями естественной науки. Айсук бэ шейла зу шей гиа лесси бэмеа джа эсре бэйкво турат ха эволюция шель Дарвин с занятием этим вопросом, которые достигли своего пика в XIX веке вследствие учения эволюции Дарвина. юце митох анахат есот шеат турава мадан мэй юдаим леута маторам значит, вот это занятие этим вопросом, они вытекают из того положения, что Тора и наука предназначены для одной цели. или как минимум, они занимаются одной и той же темой, то есть Тора и наука. лахэ мина рауи кодэм коль левхон эт ханахазу и поэтому желательно прежде всего проверить, как бы разобрать вот это положение. леварэр им ешмаком ляашваат бэнь шней ад хумим выяснить, есть ли место, есть ли повод для того, чтобы сравнивать вот эти две области. им хастирот бэнь гатурау бэнь гамада эм бихлаль нусэ лиди юн и выяснить, являются ли вот эти противоречия между Торой и наукой вообще темой для обсуждения. И рассмотрим для примера два известных разногласия. Первое. Алиф амада тоэн шэгиль хаулам гу миллиарды шанин Наук утверждает, что возраст мира миллиарды лет. Ваилу хатора тоэнет шэгиль хаулам намух мишэшит алафим шана в то время как Тора утверждает, что возраст мира менее шести тысяч лет. Второе противоречие. Амихкар га эволюциони хэлаше муцага адам мицор кадмон га домэ лако. Эволюционные исследования выясняют, показывают, что человек происходит от древнего создания подобного обезьяни. первобытного создания подобного обезьяни. Ваилу аторату энэ шэгадам нутсар мин га дама. В то время как Тора утверждает, что человек сформирован из земли, создан из земли. Каимот арбаши тот нафутсот легит модэд им хас им стирот элу. существуют четыре распространенные позиции для того, чтобы разрешить вот эти противоречия. Сейчас, секунду, это я только не понял. Странно, мне кажется, самая главная идея эволюционной теории Дарвина заключена в имя эволюции. В некотором постепенном изменении это теория изменения видов. Правильно? Происхождение видов. Дело не в том, что меньшая разница это из глины либо из обезьян. Главная идея в том, что по теории человек создан совершенно с самого начала, со всеми органами, совсем нет постепенного создания, начиная с глины такой, 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 а потом она уже стала человеком. С точки зрения науки есть логичное изменение видов. Не столь важно, насколько я понимаю, что это обезьяна, главное, что это изменение видов. Правильно? Как странно, что про это не пишет, а он пишет только про разницу в временной шкале второй и субстанции изначальной, с которой произошел человек. А про саму эволюцию вообще ничего не говорится. не знаю, это мне как-то так странно на словах. Ну, да, как бы он просто коротко сказал, а так-то, ну, то есть обезьяна тоже произошла из каких-то там других животных, которые вышли из воды, там образовалась клетка и так далее. в конечном счете человек образовался постепенно вот из живой клетки там разные были другие создания, которые... я не хочу повторяться, но мне кажется, сама идея, она в этом заключена в имени, эволюционная теория, то есть эволюция, в смысле, что это как бы постепенный процесс, поэтому и времени это занимает больше, а не шесть дней творений, либо там шестой день сотворил человек. Человек не появился за один день по научной точки зрения, а это был некоторый эволюционный процесс. Ну хорошо, почитаем дальше, может быть, как бы, я не очень понимаю, чем Раф говорит. Да, и существует четыре распространенные как бы способа разрешить эти противоречия, и ни одно из них неверное. первое положение, значит, позиция первого учения в том, что нам ясно, нам ясно изначально, что Тора есть истина. Валахэна Мадаша... Сейчас, прости, я думаю, что здесь даже с некоторым как бы цинизмом это называется, с некоторым юмором, говорит, уврар лана. Нам как бы, нам ясно говорят, ребят, Тора это правда. Уврар, это, в смысле, нам было объяснено, нам было растолковано, что Тора, она правда, это истина. мода, наука, которая отрицает или противоречит Торе, она ложь. Ну, типа как Леавдель, типа как Леавдель, да, как там была такая крылатая фраза, да, учение Макса верное, потому что оно справедливо, или что-то типа, типа это, насколько я помню. Окей? Да, то есть, первая позиция, да, исходит из аксиомы, что Тора истина, и поэтому наука, если она опровергает Тору, это ложь. Все, и пошли нафиг, нечего разговаривать, да. Машмаута давар ги шахен гиль хаулам гу шешедалахим шана. Суть в том, что возраст мира действительно 6 тысяч лет. Башемута адам ну да, да, Машмаута давар, и из этого как бы проистекает. Смысл этого из этого проистекает, что возраст мира он 6 тысяч лет, потому что у нас сейчас все про это знают 5,7, 8,2. У нас сейчас 5,7,8,2 год. Окей? Да, возраст мира 5,7,8,2 года, а человек происходит из праха земного. Да, правильно, праха земного. Коля наход хамадайот шету анод эсах ясудан бетаут. И все положения, все научные положения, которые утверждают обратное этому, они в корне ошибочны. Да. Это, значит, первая позиция, так думают. Вторая позиция, а, нет, еще, шета зума цуя бехелик мя сифру тадатит. И вот это учение, оно основано, а, или оно находится в части религиозных, религиозной литературы. А ягудит, вэшэйна ягудит, еврейский и не еврейский. Акносиягану сритля маша, например, христианская церковь, христианская церковь использовала этот аргумент для того, чтобы отвергнуть научные школы в дни древности. Шитото хамадаид шэля коперникус научная школа коперника лефи акадур ха арес совэб цевил ха шэмеш, согласно которой земной шар крутится вокруг солнца нитхэта льедэй акносия бэта ана шэгисотэрэд пасук мэфураж бэсэфер ягушуа. И учение коперника было отвергнуто церковью на том основании, что оно опровергает ясный пасук из книги ягушуа шэмеш бэ гевон дом солнце в гевоне остановись. и пасук зэ оле шэ ушу ацар ата шэмеш из этого пасука следует, что ягушуа остановил солнце. Ваимкэн ха шэмеш и зо шэнаа мисавив лекадура арес. Из этого следует, что солнце это то, что движется вокруг земного шара. да, отсылаю, отсылаю, можно отослать к лекции доктора Голосовского, Миши Голосовского, вот, он физик-экспериментатор в еврейском университете здесь, он там в этой лекции вполне объясняет, что это вполне можно объяснить, исходя из оптических эффектов, которые вполне наблюдаются в астрономии и все такое, и это вполне как бы этот конфликт с наукой вполне разрешается. Просто, к сожалению, тогда христианская церковь, она не приглашала Мишу Голосовского, он бы ему объяснил, что никаких проблем нет. Так, ашиташныято эйнет эфех мяшита решуна. И вторая позиция утверждает обратное первой позиции. Поскольку наука доказывает свое утверждение, итбарэр шаулам гу бэн миллиарды шаним у моца гадам мингаков. Тогда получается, что миру миллиарды лет, а человек происходит от обезьяны. Умимэла гатора и нена имет. И само сабой тора не истина. Шэта зумэ цуя эцель миспар аншей мада у философ им бней хаме а ша эцра не краим позитивист им. И подобное учение мы находим у некоторого числа ученых и философов 19 века, которые называются позитивистами. шэта шэта нэ шэта га ил ва гамада гу аклі амэду ягбэ ютер лэ верур га эмэд, которые утверждали, что поскольку наука это самый точный инструмент для выяснения истины, коль ха шэйлот амэтафизиот шэ нишалу альяды аншэ хадатот ва философим вамалаха дурот атидот лэгипатэр альядо Тогда все метафизические вопросы, которые ставят религиозные люди и философы через в будущем времени, через поколение будут разрешены. Ну да, то есть развитие науки до, скажем, начала 20 века, особенно в 19 веке, ну как бы создало такие надежды о том, что все может быть объяснено с точки зрения науки и тогда как бы все вопросы занимаются. Наука, она позитивная, она все может объяснить. Ну, окей. Дальнейшее развитие науки, то есть наука сама доказала потом, что большинство, все вещи в науке, они являются относительными, а не абсолютными. Поэтому абсолютно истинные, они не могут быть доказаны эмпирическим путем, и поэтому все возвращается на круги свое. То есть вопросы идеологические, мировоззрительные, они объясниться наукой не могут. Более того, есть примеры в Израиле тоже, и даже среди наших близких знакомых, когда люди совсем не последние в науке, они легиозные люди. То есть казалось бы, вообще абсурд такого быть не может. Правильно? Окей, они в этом не будут противоречивы. Мне кажется, это во второй половине XX века уже начались вот эти сомнения о том, что наука всемогущая, может объяснить все. До этого мир как-то, ну, в основном, жил в таком ослеплении наукой, что вау, наука, прогресс, мы все решим, все добьемся, смерть преодолеем, и так далее. да, да. Смотри, это то, что я сейчас говорю, это аппроксимация и максимум это какое-то одно из объяснений. Мне как бы тоже предпредставлялось себе, что те ужасы XX века, вот, прежде всего, две мировые войны, которые были в XX веке, тоже одна из причин. Это некоторая инерция XIX века и развитие принципа о том, что человек власти над всем. И это и как следствие превращение человека и исключение его из божественной сферы и отрицание у него души, и сведение все на плоскость материализма. И тогда, естественно, когда у человека нет ничего божественного, ничего к тому, что ты, в принципе, не можешь трогать. Почему? Потому что нельзя убивать человека, потому что в нем есть искра, которую не ты зажег. А если как бы все объясняется, то можно как бы вполне делать печи, сжигать людей и гноить их в лагерях и расстрелить. Почему? Потому что если ты доказываешь логически, что это способствует либо служит каким-то как бы намерением, все. Лес рубит, щепки летят, ну, как бы так дальше, это известно, да, уже разменная монета. Но, в принципе, как бы все это из того, что человек становится властелином всего. Мы сам, мы сами как бы новый мир построим и все. То есть, как бы никакого мира до нас не существовало. Ничего божественного нет. Ничего не моего в этом мире нет. Я хозяин, что хочу, то и делаю. Все. Наверное, какое-то эхо, эхо вот этого позитивизма, оно превратилось в дичайший эготизм. Окей. Ну, на самом деле, Раф Шерки так и говорит, да, что корень учения Гитлера лежит в учении Спиноза, который говорит, что нет ничего, то есть, чудо, которое противоречит законам природы, противоречит лишь нашим представлениям о них, что мы все можем, как бы, постичь, такой, как бы, закрытый мир, в котором человек властвует всем. Да, и очень может быть, что это вот, вот эту вот, эту интонацию услышали мудрецы, которые так ополчились, и так можно сказать, против Спиноза. Очень может быть, что, скорее всего, у него были исключительно, как бы, идеалистические намерения, да, но, как бы, это подходит под этот вот анекдот, да, когда ребенок, ребенок программиста, спрашивают у своего отца о программисте, как бы, солнце всходит, заходит, а он говорит, работает, не трогает. Люди работали в мире, который так или иначе работал, правильно, оказалось, что если что-то такое тронуть, то все прокатится кедрение в время. Не очень про это думали. Окей. Ну, и вот это противостояние против Оскалы, да, когда она началась, то есть, Робин Ахман, когда вернулся из Львова, да, узнав там вот эти новомодные западные учения, он все сказал, что вот это главный враг, с этим надо бороться, да. 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 Так, и пойдем дальше. Асадашваши бештехашитотарешунотху, и то, что объединяет эти два первых учения, что каждый из них полагает, что есть теологический смысл у научного учения. «Умиканши хатура вэамада бээхрэах сутрим зээдзэ». И отсюда следует, что Тора и наука неизбежно опровергают друг друга. «Лахэн ешлифхор бахат адрахим кээмет ваашния бээхрэх тьешэгэ». И поэтому нужно выбрать один из путей как истину, а тогда второй неизбежно станет ложью. Я вот только не понял, почему их объединяет то, что они оба находят теологический смысл в науке. Я тоже не понял. Общий знаменатель в этих двух подходах заключается в том, опять, какие это два подхода были? Первый подход говорил в том, что «Тора истинная ложь, поэтому все остальное ложь». Второй подход был такой. Тора эмпирически, наука эмпирически доказывает свою правоту. Поэтому из этого истекает ее истинность. Тора, которая не может эмпирически доказать, она является ложной. А дальше вывод такой, что общий знаменатель этих двух подходов, вот этих, которые мы разобрали первично, в том, что каждый из них полагает, что есть теологический смысл в научных методиях. Я тоже не очень понял. Не очень понял. Может, мы дальше поймем. Не понимаю, как в этих, например, в позитивизме, какой там был мышмолот теологии. Наоборот, они были как бы платформой для отрицания веры и начинающего с секуляризма, атеизма и так дальше. Какой же в этом был мышмолот теологии? Какого мышмот тела? Не только мышмолот от обратного, что они отрицали. Может быть, мышмолот в смысле значения, что они как бы на основе позитивизма отрицали божественное происхождение. Может быть, это Рафа не отрицает. Но как бы дальше это можем увидеть. Или, может быть, то, что верующие начинают рассматривать науку на своем уровне. Не как какое-то прикладное учение, которое, допустим, физики найдут какой-то способ сделать электрическую телегу. И хорошо. Но пусть они не суются в объяснение законов мироздания в целом. Я думаю, мы дальше поймем. Но мне кажется, развитие науки, особенно в XIX веке, то, что позитивизм не происходило в вакууме. Оно имело отражение на теологический мир, на вопросы веры. Наверное, в этом был смысл. Это мгновенно проецировало и служило толчком к изменению взглядов на теологию. Такая идея. И в этом как бы Машмаут теология была. Машмаут в смысле влияния Шпаны. Такая идея. Может быть, да. Да, и вот тогда конец фразы становится понятенем. И отсюда проистекает, что Тора и наука, они взаимоисключающие, взаимно сражающие друг с другом. Получается, это как весы. Тот, кто кладет на весы науки, тот, соответственно, влияет на чашку Тора. И наоборот. Получается, что они взаимосвязаны. Получается, что они не могут быть в равновесии. Если ты изменяешь действие, то ты изменяешь здесь. Если ты изменяешь действие, то ты изменяешь здесь. Вот как-то вот так. Они не могут... По этим двум мнениям они не могут существовать. Они все время будут находиться в антагонизме. Поэтому следует выбрать только одну дорогу как истинную. И тогда с очевидностью вторая дорога, второй путь, она будет неправильной. Да, я думаю, мы правильно поняли сейчас. Да, похоже на то, что они, в принципе, как бы на одной линии рассматривали. Да, да. Да, и не могут существовать. Либо одно правильно, либо другое. Ну, знаешь, мы, наверное, сейчас должны закончить, потому что сейчас как бы этот урок иврита начинается. Да, будем начинать третью. Да, окей. Ну, хорошо, дамы и господа, у нас не очень осталось времени для обсуждения, но мы призываем как бы всех, пожалуйста, участвуйте больше по мере нашего чтения, понимания. Мы оставляем лакуны, которые могут быть всеми заполнены. Ну, и замечательно, что мы можем снова встречаться и продолжать наши занятия. Спасибо. Спасибо. По-моему, очень интересно. Можно не во всем соглашаться с Рау, но то, что он нас подталкивает к мыслительному процессу, это 100%. Окей? Да, всем спасибо. Всем счастливо. Пока. 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 Пока, да. Всем счастливо. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok